Заметка Евгения Сатановского в телеграм-канале. Для финансово-экономического блока хороший национальный проект и, кстати, любые хорошие расходы – это проект, на который денег не дали и расходы которых не было. То ли так любят круглые цифры в грозбухах, то ли это вообще профессиональное. Те же израильские финансисты той местной армии, то своему МИДу отказываются перечислять деньги по статьям, закрепленным в государственном бюджете. Формулировка убойная. Я обещал, но я не обещал выполнять. И это сплошь и рядом. Так что для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами, израильские дипломаты периодически объявляют забастовки, стараясь, чтобы они выпали на анонсированные заранее визиты иностранных лидеров. Скандал громче и есть шансы, что долги закроют. Именно так было сорван государственный визит в Израиль Медведева в качестве российского президента. Да и не только его. Там и Меркель попала, и кто-то из американцев, чуть ли не сам Обама. Но вернемся к нашим баранам. Проблему нового премьера будет воз и маленькая тележка, то и два воза. И едва ли они главное. Кадры, на которых природа так отдохнула. Блатных полно, работать некому. Все преданы кто кому. Некоторые молоды и здоровы на изумление. Языки знают, за границей работали, в гаджетах ориентируются, финансово и юридически подкованы на редкость. В систему интегрированы полностью биографии потрясающие, без сучка, без задоренькие. Но дело, на котором сидят, не знают и знать не хотят. В отличие от того, где какие курорты и рестораны, от какой дури, какой кайф, кто из подчиненных девушек наиболее легко доступен в личном качестве, чем бизнес-класс на рейсе одной авиакомпании отличается от бизнес-класса другой. Не все такие, но таких достаточно, так что премьеру не позавидуешь. Опять же, система выстроена такая, что сделать ничего нигде нельзя, по вполне объективным причинам. Выполнить все инструкции невозможно изначально. За их невыполнение посадят, за срыв самих проектов нет. Почувствуйте разницу. При этом откаты запредельны. От 30-50 до 90 процентов, а то и больше. Хочешь работать – плати. Нет – нет. Выходи из бизнеса, скорее всего, навсегда. Деньги из страны идут потоком. Десятками миллиардов долларов в год, складывающимися в сотни и дальше в триллионы. Кто что может, тот то и выводит. Куда только может. На всякий случай. Ну да, инфляцию оттаргетировали. И что? ЦБ банковские проценты в стране держат на таком уровне, при котором экономика на мировом уровне в любом случае неконкурентоспособна. Плюс отреформированные до полной потери нормального уровня медицина, образования и наука. При том, что вписали их в рынок так, что выкорчевали почти все, что там было нормального. Про зачморенный до потери пульса, невзирая на статус и уровень связи хозяев бизнес, превращенных в холопов чиновников любого ранга деятелей культуры и прочих интеллектуалов. И говорить нечего. Как и про оборотни в погонах и без, а также сращивание криминала с силовиками и правоохранителями на всех уровнях и во всех структурах, особенно опасной с учетом влияния наркомафии. Про экологию говорить нечего, как и про дороги железные и автомобильные и про космос.